Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Пророка Иеремия» и сейчас обратимся к 46 главе. 46 глава начинает новый раздел книги, который отличается и по содержанию, и в общем по жанру. Это главным образом поэтические пророчества, выстроенные по законам поэзии, до какой-то степени, конечно же. Хотя поэтика этих текстов довольно необычна и не очень понятна современному читателю, тем не менее это вот так. Ну и кроме того, самое главное, что эти пророчества посвящены не Израилю как таковому, не судьбам Израиля перед Богом и замыслом Божьим об Израиле, а посвящены они другим народам, окрестным народам. Оказывается, все они в поле внимания всемогущего. И о каждом из этих народов, по крайней мере о многих из них, Господь дает пророчества Иеремии, которые становятся известны и израильтянам, и всем окружающим. Как мы уже говорили, это, помимо прочего, связано с верой в то, что Бог владыка всего мира и всей человеческой истории. И вот 46 глава содержит пророчество, слово Господне, которое было к Иеремии о Египте, о войске фараона Нехао. Собственно говоря, это войско фараона встретилось с вавилонскими войсками, и это один из узловых таких моментов Ближневосточной войны того времени. И, в общем, все ожидали, по-видимому, что сила будет на стороне Египта. Но оказалось, что все произошло по-другому. И вот Господь говорит Иеремии об этом самом фараоне. «Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад? Почему не спасется сильный, не убежит быстроногий? На севере реки Ефрата они споткнутся и падут». И вот что происходит. Вот идет это грандиозное войско, щиты и копья, седлайте коней, садитесь в садники, становитесь в шлемах. А за всем этим брецающим оружием стоит слабое напуганное сердце, которое не может сражаться. Они бегут не оглядываясь. Египет поднимается, как вода, как река, и как потоки волнуются воды его. И вот Господь говорит, это день сей у Господа Саваофа, есть день отмщения. Египет, вместе с которым, в войсках которого эфиопляне и ливиене, ледяне, держащие луки. Вот день Господень, день отмщения. Фараон-то думал, что он там сейчас всех победит. Победит Вавилон, наступит там прочный мир на Ближнем Востоке. День отмщения, день отмщения, когда Господь восстает, чтобы отмстить врагам его. И египтяне погибнут в земле северной, и это будет жертвоприношение Господу Богу Саваофу. Так это формулирует пророк. Мы можем, конечно же, полагать, что это гипербола. Можем отнести это насчет особенностей мышления тех людей того времени. Много чего можно, чтобы как-то не смущаться словами о том, что меч будет пожирать египтян, и это будет Господу Богу Саваофу жертвоприношение. Очевидно, что это некоторая метафора, потому что меч-то будет в руках вавилонин, которые вовсе не собираются никакого жертвоприношения приносить Господу Богу Саваофу. Таким образом, это фигуральное выражение. Но, тем не менее, вот некоторые тень, я бы сказал, колеблющаяся тень, такого феномена, как жертва за грех, она здесь видна. Для людей библейской культуры этой эпохи, хотя, собственно, текстов-то Священного Писания в это время почти нет, ну, не так много, во всяком случае. Вот, для людей этой культуры есть такая вещь, как жертва за грех, когда чужую жизнь, жизнь животного, люди приносят в искупление своего греха. И, на самом деле, эта жертва заместительная, потому что возмездие за грех – смерть, но принесение Богу в жертву своей собственной жизни Богу не угодно. И это тоже люди, в общем, понимают. Поэтому вот такая заместительная жертва животных. Но здесь мы можем увидеть, что на самом деле означают слова «возмездие за грех – смерть», что изображает собою принесение в жертву животных в Иерусалимском храме, когда приносится жертва за грех. Вот речь идет о египтянах, которым по грехам и приходит день отмщения от Господа, и вот это и есть жертвоприношение. И Господь говорит о гибели Египта, хотя это будет отчасти гибель Вавилона тоже. По крайней мере, в этих схватках вавилонское войско очень ослабеет, поэтому Господь говорит «сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали». Дальше Господь обращается к Новохудоносору о все той же борьбе с Египтом. Господь говорит Иереме о том, что Новохудоносор придет в Египет. До некоторой степени это пророчество обращено не только к египтянам, и даже, может быть, не столько, к египтянам, сколько к тем иудеям, которые бежали из Иерусалима в землю египетскую против повеления Божьего. Ну и вот Иереме говорит о том, что египтяне не устояли, потому что Господь погнал их, фараон, царь Египта, смутился, и Новохудоносор приходит в Египет. И поэтому Бог говорит «живу я», говорит царь, которого имя Господь Саваоф, «Готовь себе нужная для переселения дочь Египта». И дальше говорится о том, что на Египет с севера идет погибель. Обратите внимание на вот это выражение «живу я», говорит царь, которого имя Господь Саваоф. Господь вкладывает в уста пророка эту формулировку, которая, во-первых, говорит о его власти, царь, которого имя Господь Саваоф, Бог воинства. Но самое главное, наверное, вот эти его слова «живу я». Наверное, для тех, кто слышит эти слова, в первую очередь, именно в первую очередь, это слово о том, что все боги народов – идолы, Бог живой, а все остальные – истуканы. И это очень и очень важная вещь, когда Господь говорит «живу я». Вероятно, речь идет о том, что в отличие от всех остальных богов. Но невозможно думать, что только этим и ограничивается смысл этой фразы. «Живу я», говорит Господь, также означает, что Бог с силой и властью, как царь, действует, действует в человеческой истории. Это, в конце концов, он властелин исторических, так сказать, событий. И вот именно в качестве царя, Бог говорит, «посрамлена дочь Египта, предана в руки народа Северного». И вот предам их, египтян, в руки Новохудоносора. Ну, хорошо. Вот два пророчества. Одно Египту, второе Новохудоносору. И иудеям, которые думали, что они там, в Египте, будут защищены от Новохудоносора. Но этим дело не заканчивается, потому что дальше Господь обращается к своему народу, к иудеям, при том, что в предыдущих главах мы видели очень непростые, так сказать, коллизии в отношении Бога со стороны иудеев, когда они говорили, «не хотим слушать пророчества», вот там, пока мы ходили к богине неба, нам было хорошо. И когда они спрашивают, что нам делать, а потом, когда Бог отвечает, говорит, «нет, этого мы делать не будем». Вот несмотря на все это, Бог обращается к остаткам Израиля и говорит, «ты же не бойся, раб мой Аков, не страшись, Израиль, я спасу тебя из далекой страны, не бойся, раб мой Аков, ибо я с тобою, истреблю все народы, а тебя не истреблю, только накажу тебя в мире, не наказанным же не оставлю тебя». Уже не первый раз эта мысль встречается нам в книге пророка Иеремии, здесь она буквально вмещается в несколько строчек. «Истреблю народы, которым я изгнал тебя, тебя не истреблю, только накажу в мире, не наказанным же не оставлю тебя». Вот, собственно, это то, что необходимо усвоить всем тем израильтянам, из которых потом составится остаток народа Божьего. Субтитры создавал DimaTorzok